Добрый день, с вами передача LegalHash и ее ведущий Артем Афян. Мы говорим обо всех юридически значимых фактах, которые остаются в хэшах интернета. И сегодня мы поговорим о том, какие риски у адвайзеров ICO скама. Адвайзинг в ICO стал подобен практически эпидемии. На пике популярности в адвайзеры брали практически всех. Там засветилась звезда Пэрис Хилтон, футбольная звезда Луис Суарес и легендарный боксер Флойд Майвейзер и многие другие. В принципе, в тот момент, если тебя лайкали более чем только твоя бабушка, у тебя уже были шансы попасть на страничку ICO. Но впоследствии оказалось, что за всеми высокими разговорами о блокчейне часто скрывается скам и начались уголовные дела, штрафы. Обычно преследование касалось фаундеров, но сегодня мы поговорим о том, что же грозит адвайзерам. В 2017 году ICO Central Tech при участии Флойда Майвейзера и диджея Каледа собрали почти 32 млн долларов, но они солгали инвесторам о своем партнерстве со многими финансовыми учреждениями виза, мастеркард и результаты не заставили себя долго ждать. Против звезд были поданы коллективные иски. Еще в кейсе DAO SEC предупреждала, что при рекламе ICO следует придерживаться норм федеральных законов о ценных бумагах. Например, если собираешься рекламировать ценные бумаги, будь добр озвучить, сколько ты за это получил. Не стоит наивно полагать, что не особо популярных адвайзеров не привлекут к ответственности. Если ты участвовал адвайзером в скам ICO, можешь готовиться к получению повестки от SEC. Даже если твое ICO не участвовало в распространении токенов на территории США и не взаимодействовало с американскими инвесторами, стоит помнить, что SEC только законодатель моды. Локальные регуляторы достаточно четко придерживаются тех же правил. На сегодняшний день пока еще ни одного штрафа адвайзеру ICO не выписан. Но сумма предполагаемых штрафов составляет порядка 180 тысяч долларов за каждый случай нарушения. Леня Голубков, в свое время рекламировавший МММ, отделался только тем, что навсегда испортил себе репутацию. С тех пор правосудие шагнуло далеко вперед, и на сегодняшний день, рекламируя скам ICO, можно быть признанным реальным соучастником преступления. Защитить адвайзера может правильно составленный контракт. Если его не было, тщательно следите за всем тем, что вы высказываете публично, а также то, что от вашего имени высказывает проект. Напоследок хочу сказать, что мы запустили электронного юриста Aila, который помогает составить контракты с адвайзерами ICO, а также в принципе решить все правовые проблемы криптобизнеса. Ссылку на него вы можете увидеть в описании видео. Заходите, обращайтесь. С вами был я, Артем Афян и передача LegalHash.